рассказ про бегемотика жил был бегемотик и рос он с мамой бегемотик большой реке и жили по соседству с ними другие бегемоты крокодилы цапли и прочие звери и птицы и было бегемотик очень счастливым потому что у него была мама и очень любопытным как все малыши ведь его окружал большой неизвестный мир как-то раз решил он познакомиться с маленькой выдры которая проплывала мимо здравствуй выдра здравствуй бегемотик разреши мне подружиться с тобой а что выдра ответила я бы рада дружить с тобой вот и такой маленький что мы не можем быть друзьями почему почему я маленький ведь я большой да ты больше меня но я взрослый выдра и у меня скоро будут детки вот с ними ты сможешь дружить хорошо я подожду когда они появятся у тебя да конечно и она поплыла по своим делам вышла на берег и стал отряхиваться как вдруг ей на встречу выбежал щенок гав-гав здравствуй выдра ты не видела не пробегал ли здесь заяц нет не видела но встретила кое-кого еще дело в том что выдра не хотела чтобы ее малыши дружили с бегемотиком он был толстыми неповоротливым а ее малыши будут крохами по сравнению с ним и она решила познакомить щенка с бегемотиком и кого ты встретила спросил щенок я встретил бегемотика он хочет подружиться с тобой да он так и сказал но он так не сказал но ему точно нужен друг я подумал что тебе тоже не помешает друг он не такой быстрый как заяц он довольно медлительный и тебе будет весел с ним ну я не против а где он живет он там в реке плавать со своей мамашей и дима тихой хорошо спасибо выдра мне действительно нужен друг а то этот заяц он слишком быстро бегает мне за ним трудно угнаться я пойду к реке и познакомлюсь с ним и щенок при прыжку побежал к реке гав-гав бегемотик ты слышишь меня это я щенок не сказал про тебя выдра я хочу дружить с тобой обраду на бегемотик подкнул берегу весь мокрый обнял щенка ой щенок я так рад тому что ты пришел ко мне но как ты узнал обо мне это выдра рассказал мне тебе что ты ищешь друга вот я и пришел я пытался подружиться с зайцем но он так быстро бегает что мне не угнаться за ним однако ты все время плаваешь в реке не мог бы ты выходить иногда на берег да конечно только моя мама не позволяет мне уходить уходить далеко от нее но мы часто приплываем сюда на эту отмель и тогда я смогу играть с тобой ну хорошо я побежал я буду ждать когда ты в следующий раз приплывешь сюда и они расстались прошло два дня за это время бегемотик ни с кем не знакомился хотя и хотел подружиться с белой цаплей но у нее были птенцы ей было не до него бегемотик терпеливо ждал когда они с мамой поплывут на песчаную отмель куда каждый день приходил его новый друг вот на третий день они приплыли к берегу и мамаша бегемотика разрешила выйти сыну поиграть на берег сама она стояла на половину в воде и довольно пофыркивала по ее спине ходили птицы которые ловили мух садящихся на ее влажную большую спину они ковырялись своими острыми клювами в ее толстой коже между складками выискивая там маленьких жучков и она довольно жмурилась и целиком была занята своими мыслями и бегемотик поплыл скорее на берег своему другу который давно ждал его там щенок радостно вилял хвостом подпрыгивал передними лапами и приглашал к игре бегемотик выбежал на берег весь мокрый и начал гоняться за щенком смешно пофыркивая и сопя носом щенок увиливал от него и забегая назад кусал его за пятки и так они кружились и бегали долго пока бегемотик не позвала сына к себе в реку пора было ужинать и бегемотик попрощавшись со своим другом весело поплыл к маме с тех пор у них началась неразлучная дружба и они продолжали встречаться играть на берегу и были очень довольны что так удачно нашли друг друга